Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Дворов Старой Московки видят нечасто. Пользуясь случаем, спешат поделиться всеми проблемами, что накопились за долгое время. Детская площадка есть, и это хорошо. Но следить за ней некому, и это очень плохо. По словам Ирины Ульяновой, живущей по соседству, как раз в таких местах завязывается общение и дружба местных жителей. Но без хозяина центр притяжения всего микрорайона постепенно приходит в упадок. Если в ближайшее время ситуация не изменится, дружить местным жителям будет негде. Но будет против кого? Площадку по весной нужно приводить в порядок. Вот, например, вот качели перед нами, вот эти качели, они, к сожалению, не крутятся. Вот. Но я не знаю, кто ответственный за это. Подарок фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» оказался нужен мечам, но не городу. Мэрия должна была оформить площадку в муниципальную собственность. Но не сложилось, ведь тогда пришлось бы вкладывать бюджетные деньги в содержании объекта, тогда как землю можно передать в аренду, например, под строительство торгового комплекса. Там, где чиновники не смогли найти решение, за дело пришлось взяться общественникам, которые, собрав подписи жителей Московки, смогли привлечь внимание власти к проблеме подарка фонда. В рамках этой программы мы сюда деньги выделим и отдельно это сделаем в зону общественного пространства. В итоге вердикт губернатора и исполняющего обязанности мэра площадку снести. Но не сейчас. Уже этой зимой планируется приступить к разработке проекта по благоустройству данной территории. И если в случае с подарком благотворительного фонда о мече оказались единодушны, во дворах по соседству согласия между гражданами нет. Как оказалось, что такое комфортная среда, каждый представляет себе по-разному. Никогда не бывает одного мнения у жителей. И, наверное, никогда и не будет. А даже готовы драться один за свое, другой за свои позиции отстаивать. Вот такие. Тяжело очень. Поэтому, я же говорю, поэтому только так и затянулся у нас, благоустройство затянулось. Совместить интересы автолюбителей, пешеходов и бабушек, которые любят отдохнуть на лавочках, но против шумных ночных посиделок помогли представители партии «Единая Россия». Проект помогли доработать с учетом пожеланий местных жителей. Вот сейчас вот этой дружной командой единороссов, мы это все проезжаем, смотрим, чтобы все делалось качественно, чтобы после того, как мы сделали, чтобы люди были довольны, чтобы все было хорошо, потому что эта программа пятилетняя, с большим продолжением. Работы во дворе уже начались. Общая стоимость проекта почти 2 миллиона рублей. Уже до 15 сентября по всему Омску в рамках проекта партии «Единая Россия» должно быть отремонтировано 186 домов на сумму 100 миллионов рублей. Впрочем, 2017 годом проект «Городская среда» не ограничится. Программа рассчитана до 2022 года. Собрать ребенка в школу по нынешним меркам дорогое удовольствие. Борщовая многодетная семья, детей у Надежды трое. По ее словам, если младшему сыну до школы еще далеко, то старшим ручки и тетради, дорожающие год от года, очень нужны. На зарплату мужа, работающего грузчиком на рынке, детей в школу собрать сложно, заверяет Надежда. Поэтому благотворительная акция «Семья о семье. Большая помощь». Вот такие акции очень помогают детям. Не то, что детям, то есть семьям очень помогают. В первую очередь я взяла то, что детям в школу, в школьной принадлежности. Очень вежливые, то есть отношения очень хорошие. Где-то какая-то помощь нужна, ни в чем не отказывают, стараются помочь. Сотрудники социального центра «Родник» посчитали, в прошлом году неравнодушные мячи помогли организовать праздник на 1 сентября для 200 омских семей, нуждающихся в поддержке, а в нынешнем – более чем для 300. В этом году к благотворительной акции присоединились сотрудники одного из старейших промышленных предприятий города – Омского агрегатного завода. Население округа, физические и юридические лица, наши социальные партнеры приносят нам помощь в виде канцелярских наборов, вещей, которые распределяются между семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Работники агрегатного завода передали нам вещи для наших семей, которые они сегодня будут получать. Центры социального обслуживания Омска жители города принесли около 10 тысяч вещей. В общей сложности помощь получили более 15 тысяч малообеспеченных семей. Кроме того, за месяц акции «Семья помогает семье» удалось собрать более 480 тысяч рублей. Средства поступили на счет региональной общественной организации помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не один». Всего одна Омская школа оказалась в рейтинге лучших образовательных учреждений России. Многопрофильный образовательный центр развития одаренности школы номер 117 вошел в список из 200 гимназий и лицеев, заняв 193 место. Главным критерием оценки школы стало количество выпускников, которые смогли поступить в самые престижные вузы страны. Первые три места заняли школы Москвы и Московской области. А вот в топ-50 российских школ, которые выпускают самых конкурентоспособных учеников, Омск не вошел. Впрочем, похоже, чиновников из департамента образования будут волновать другие проблемы – не качество преподавания, а безопасность учеников. В канун начала нового учебного года выяснилось, что каждое 20-е предписание пожарной службы в учебных учреждениях города и области не выполнено. Как сообщает областной портал, в целом готовность школ к 1 сентября признана удовлетворительной. Но губернатор Виктор Назаров потребовал быстро привести школы в порядок. Вероника вместе с папой выбирает букет для любимой учительницы. Без цветов 1 сентября эта семья никогда не встречает. Букет – это традиция старая, принятая еще с советских времен. И приятно, все учителя, как правило, женщины, им очень приятно всегда получить цветы. Как бы не надо эту традицию отменять. Букет для бюджета семьи Пинковых обошелся в 500 рублей. Именно такую сумму по последним опросам в ЦИОМ готовы потратить россияне на 1 сентября. Вынужденную экономию пытаются компенсировать креативом. Правда, стоить он будет чуть дороже. Цветы, ягоды, красивые надписи и даже маркеры и линейка. Такой букет обойдется родителям примерно в тысячу рублей. Накануне Дня знания мечи выстраиваются за цветами в очередь. Флористы рассказывают, 31 августа количество заказов возрастает в десятки раз. Приходится работать с утра и до поздней ночи. Людям уже неинтересные, традиционные, которые когда-то были традиционными. Георгины, гладиолусы дачные. Все больше людей отдают предпочтение маленьким, аккуратным дизайнерским букетам с тематическим декором. У кого-то запросы растут, а у кого-то меняются взгляды. Букет для учителя – это пережиток прошлого. Есть более актуальные цели, чтобы потратить деньги. Например, благотворительность. Уже третий год в Омске проходит акция «Дети вместо цветов». 1 сентября директор школы Ольга Петрова получит всего один букет. Впрочем, говорит педагог, на своих учеников она совсем не в обиде. Нет, не обидно. Мы все-таки делаем доброе дело. Помогать детям, и тем более таким, это, конечно, здорово. В прошлом году благодаря таким акциям, рассказывает директор Центра «Радуга», удалось собрать больше 100 тысяч букетных рублей. Одной из подопечных «Радуги» на собранные средства приобрели дорогой протез. Ребенок теперь сможет сам пойти 1 сентября в школу. В рамках этого праздника хотим оказать помощь 8-летнему мальчику в приобретении виброжилета, который стоит очень дорого, 800-900 тысяч стоит. Но для ребенка, для школьника, кроме сверстников, никто не поймет проблемы ребенка. Ну, конечно, я говорю о возрастной категории, да. И вот дети, понимая, что они могут оказать реальную помощь, они очень активно в этой акции участвуют. В акции благотворительного фонда в этом году приняли участие 8 омских школ. Впрочем, те, кто не успел или не знал об инициативе «Радуги», смогут присоединиться к новому веню. Достаточно отправить СМС-ослом «Амич» на номер 3434. Сумма пожертвования может быть любой. Мойте руки перед едой и желательно с мылом. Об этом напоминают санитарные врачи. Амичей предупредили о тяжких последствиях гриппа в Индии. По данным Роспотребнадзора, к августу в стране было зарегистрировано более 2000 заболевших. Более 600 человек скончались. Основные вспышки так называемого «свиного гриппа» были обнаружены в городе Мумбай и еще четырех штатах. Роспотребнадзор рекомендует Амичам, если собрались ехать в Индию, делайте прививки за 2-3 недели до выезда. В людных местах чужой страны необходимо носить медицинскую маску и при каждой возможности мыть руки с мылом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова